Всем привет! В прошлых выпусках мы подробно говорили о кальците и арагоните, двух распространенных формах карбоната кальция. Но как оказалось, это еще не все. Существует и третий, гораздо более редкий, но от этого не менее интересный родственник, минерал под названием ватерит, который также является карбонатом кальция. Сегодня мы кратко сравним все эти три минерала и узнаем разницу между ними. С вами как всегда Анатолий и вы на канале Тистоун. Приятного просмотра! Итак, мы уже знаем, что кальцит и арагонит – это две хорошо известные формы карбоната кальция с химической формулой кальций-СО3. Но представьте себе, что этот же самый химический состав может принимать еще одну, совершенно иную кристаллическую структуру, образуя минерал, который называется ватерит. Или вы также можете встретить такие его названия, как карбонат кальция гексагональный или мюкальцит. Именно разное расположение атомов кальция, углерода и кислорода в пространстве делает эти три минерала такими разными. Кальцит – самый распространенный из этой троицы. Он кристаллизуется в тригональной синхонии и часто образует легко узнаваемые ромбоэдрические и скаленоэдрические кристаллы. Кальцит – настоящий король осадочных пород, ведь именно он является основной составляющей известняка и мрамора. К тому же он очень стабилен в обычных условиях. Арагонит, в отличие от кальцита, имеет ромбическую кристаллическую решетку. Его кристаллы чаще всего имеют форму призм или тонких игл, которые часто срастаются в красивые лучистые и лесноповидные агрегаты. Главная особенность арагонита – его метастабильность. Это означает, что со временем он стремится перекристаллизироваться в более устойчивую форму – кальцит. Арагонит играет важную роль в биологических процессах, являясь основным строительным материалом раковин многих морских обитателей и образуется в пещерах, хотя в обычных геологических породах он встречается реже, чем кальцит. А теперь давайте поближе познакомимся с ватеритом. Как я уже говорил, это довольно редкая форма карбоната кальция. Его кристаллическая структура гексагональная, и он обычно образует мелкие сферические агрегаты, похожие на шарики или крошечные шестиугольные призмы. Ватерит – самый нестабильный из всех трех. Он очень быстро стремится перейти в более устойчивый кальцит или арагонит. Из-за этого встретить его в чистом виде в геологических образцах – большая редкость. Тем не менее, ватерит интересен тем, что участвует в некоторых биологических процессах, например, в формировании определенных биоминералов у растений и беспозвоночных. Итак, давайте подытожим основные различия. Кальцит – самый стабильный и распространенный, с тригональной структурой и характерными ромбоэдрическими кристаллами. Арагонит – метастабильный, с ромбической структурой и призматическими кристаллами, важный для морской жизни. Аватерит – самый редкий и нестабильный, с геоксогональной структурой и спиролитовыми формами. Надеюсь, это краткое сравнение помогло вам понять, насколько разными могут быть формы одного и того же химического соединения. Если вам интересно узнать больше о каком-либо из этих минералов, обязательно напишите в комментариях. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok